Привет! Я решила поделиться всем, что тут произошло за последних несколько дней. И начну сначала. Я поехала в Грузию. Издалека до ночного, потому что я решила разместить ролик ещё в ВКонтакте. Я поехала в Грузию в начале января для того, чтобы провести там какое-то время, пожить в море, пожить до лета. Я жила в Батуми, но со всеми этими историями я решила вернуться в Россию, вернуться домой, пожить в Краснодарском крае. Думала ещё Дагестан, но решила в Краснодарский край всё-таки поехать. И составила маршрут. Всё вроде нормально, я на машине. Там один момент не ушла, важный очень. Но я забронировала, в общем, жильё в Краснодаре. И я ещё подумала, то есть из Батуми до границы, граница Верхний Ларс называется, там примерно 450 км, может, 500, но по дороге находится горнолыжный курорт. Я подумала, что прекрасный повод попрощаться с Грузией. Я поеду, на сутки останусь, покатаюсь на сноуборде и поёду дальше в Россию. Но, вообще, когда я выехала уже, к вечеру я понимаю, что что-то много снега. Понятно, что у меня там была уже бронирована гостиница, но я понимаю, что уже темно, ночь, много снега. Я решила остановиться на придорожном каком-то отельчике, мотельчике. То есть время там около восьми, но на самом деле меня приютили, накормили, напоили. Мы болтали, ещё ребята такие, типа, Оля, снег идёт, ты три дня, у тебя точно никуда не поедешь. Там шутят, что ли. Но на следующий день я еду до Агудаури, это вот этот горнолыжный курорт. А снег мечёт, я понимаю, но, ну, как бы, а я всё выше поднимаюсь. То есть граница находится, Верхний Ларс, на самой макушке, ну, Кавказских гор, получается, то есть, да, Россия, Грузия, и здесь вот граница проходит. Я поднимаюсь, снег идёт, всё больше. Я приезжаю, то есть получилось так, что мой отель находится прямо у момента, в котором дальше не пускают. То есть до границы остаётся 50 километров, я взяла поближе границы отель. Именно в этом моменте стоят полицейские, и никого не пускают дальше. Почему? Потому что идёт сильный снег и возможность схода лавин. Опасный момент. Вот, но всё бы ничего, то есть у меня день, там, да, ну, я день пропустила, но я приехала утром, я, конечно, уставшая была, день практически ничего не делала. Но я спросила, когда откроют, они сказали примерно три дня. То есть, чтобы понимать, я должна была 14-го числа в понедельник уже оказаться в Краснодарском крае. Сегодня 15-е утро, я ещё в Гудауре. И история в том, что если сегодня нас не выпустят, а здесь уже очень много машин, ну, я не знаю, больше 50, про фуры я даже не говорю, фуры стоят за 100, если не больше километров, а их там просто туча. Но у них другая история, и поэтому я только про легковые знаю. То есть, если нас сегодня не выпустят, то ещё неделю надо будет быть здесь. Как минимум. Да, потому что там идёт ещё один циклон снежный, и это снова вот эта история с лавиной, с чем тут чистить дорогу и так далее. То есть, можно бы чистить, но снег опять валит, и опять сход лавин, и, короче, такая история. Самое интересное, что каждый день, каждые полдня полицейские, кто чистит, говорят о том, что после обеда можно будет ехать, утром можно будет ехать, в ночь, скорее всего, откроют, потому что подмораживается, уже сход лавин не так возможен, и можно будет ехать. И ты каждый раз то на сумках, то на чём-то, и как бы ждёшь, потому что непонятно, как откроют. Если откроют, то это поскольку машин пускать будут, или как эта проверка, сколько это займёт, если лавина, то где я там по трассе буду ждать очереди своим. В общем, множество разных историй в главе об этом. С одной стороны, я нахожусь на одном из лучших горнолыжных курортов мира. Да, не буду. С другой стороны, вот сегодня первый день, когда солнечно, ясно, я хотя бы горы вижу. То есть я приехала в первый день, надо уставшие, и я чуть поснимала, порадовалась, снег шёл, я ушла отдыхать. А сегодня вот я, надеюсь, пофоткаю, потому что я поехала ещё на канатке покататься, а там просто я как в молоке, ничего не видно, люди катаются на досках, на лыжах. Я вообще не представляю, потому что там видимость нулевая. Ну ещё я неподготовленный человек, и это всё слепит меня, особенно. Какие-то нашла солнечные очки в машине, не ходила. И, ну то есть, учитывая, что полным-полным машин, познакомилась с классными людьми, и вроде бы всё вот, если вот так посмотреть, оно всё приятно и прекрасно. Но это, на самом деле, оказалось очень страшно для меня, потому что, ну, во-первых, я в этот момент понимаю, что я не знаю, когда я смогу выехать. Смогу ли я вообще выехать? Потому что, ну, теоретически смогу, но кто знает, что за эти две недели ещё произойдёт в мире. А, во-первых, во-вторых, вот эта бесконечность сегодня-завтра, сейчас по 10 машин, или чтобы в туннеле, если кто-то свалится, то если лавина сойдёт, то чтобы в туннеле стали живы. То есть какое-то непонятно, хотя 50 километров всего лишь, да? Ну, там самые серпантины, там самая макушка. И ещё немаловажный момент – это, ну, финансовая сторона вопроса. То есть, да, там предыстория. Виза и мастер-карт, то есть карты российских банков не работают на территории Грузии с какого-то, с 10-го там числа. То есть я сняла какой-то кэш, и он у меня был, и в целом я рассчитывала, я понимала, сколько мне надо, для чего, и такую сумму я сняла, потому что я уже решила, да, ехать обратно. Тут выясняется, что это будет большее количество дней, то есть в целом мне нужно больше денег для жизни. Это аренда жилья, и это курс, который, ну, на 30 процентов больше, чем был. То есть, грубо говоря, грузинская ларя стоила 28 примерно рублей, сейчас она стоит 41. Ну, то есть, казалось бы, да, там для одной лари это там 13 рублей, но если, допустим, говорить о аренде жилья, да, там 50 от 50 лари. А в среднем 100 по местности, по курорту. То есть, если даже мне ехать в Тбилиси, то в любом случае понадобится какая-то система, то есть либо открывать какой-то грузинский счет, за который, может быть, надо будет потом отчитываться, либо, ну, и вообще, да, выяснять правила открытия счета, или какие-то смотреть пути того, как я могу где-то расплачиваться. Во-первых, ну, понятно, то есть у меня там есть еще валюта, которую я могу поменять, слава богу, такая заботливая оказалась. Но это такое просто неприятное, как бы, сомнение, это надо думать, это лишний раз, и еще неделю планировать, соответственно, я уже и там оплатила жилье в той деревушке, я решила остановиться в полдеревушке. И, короче, вот это какая-то тревожность такая постоянно. И, помимо прочего, ладно, планы сдвигаются, да, вот сегодня 15-е, и, допустим, там, ну, через 10 дней пойду, ну, как-то, но мне при этом надо планировать рабочие моменты, чтобы я успевала на встречу, на которых я должна быть, или мне их переносить. А переносить я каждые полдня не знаю, что меня ждет дальше. Вот. Короче, сегодня 15-е марта, и я очень сильно надеюсь, вот светит солнышко, ясное небо, что нас выпустят, и уже сегодня окажусь на российской территории. Ну, а дальше там у меня два дня, и я уже буду на месте. Вот, кратко, если так, ну, и вечером запишу еще что-нибудь. Получился длиннючий ролик, может быть, послушать на ускоренном. Еще классный, да, отельчик такой, какой-то, так много деталей, очень приятно. Вот, ну, и все. Мне еще гербис валялся. Все, я целую. Всех прекрасного дня. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова